Богатейшая наследница древнего аристократического рода, княгиня, которую при дворе называли не иначе, как «сияние», Зинаида Николаевна Юсупова прославилась не только своей красотой и богатством, но и активной благотворительной деятельностью. На ее средства были построены школы, церкви и госпитали. Однако путь к личному счастью для нее был тернистым. Ее сыновья умирали один за другим. Говорили, что это было результатом древнего родового проклятия, преследовавшего не одно поколение Юсуповых. Зинаида Юсупова родилась в 1861 году в одной из самых знатных и богатых семей Российской империи. Ее отец, последний князь из рода Юсуповых, был владельцем заводов, мануфактур, рудников, доходных домов, усадеб и поместьй. Их годовой доход превышал 15 миллионов золотых рублей. Несмотря на жизнь в достатке и роскоши, Юсуповы прославились великодушием, скромностью и щедростью. Отец Зинаиды основал несколько благотворительных фондов, содержал институт для глухонемых. Зинаида Юсупова была не только одной из самых завидных невест, но и одной из первых красавиц Петербурга. За чистоту и свет, которые она излучала, при дворе ее называли «сиянием». К тому же, княгиня получила хорошее образование, говорила на нескольких языках и была так же умна и великодушна, как ее отец. К ней сватались самые знатные женихи, но все они получали отказ. Ее выбор стал неожиданностью как для семьи, так и для всего высшего света. Княгиня вышла замуж за гвардейского офицера Феликса Эльстона. Этот брак называли неравным. Граф был ниже супруги и по положению, и по уровню достатка. Княгиня твердо решила стать женой только того, кого полюбит, и отец ей в этом не препятствовал, хотя и был недоволен ее выбором. Княгиня Юсупова родила четверых детей, но двое из них умерли в младенчестве. Выжили два сына – Николай и Феликс. Старший Николай не хотел делить родителей с братом и даже предлагал выбросить его в окно. Как позже выяснилось, он был напуган рассказами прислуги, о древнем проклятии рода Юсуповых, согласно которому в каждом поколении мог остаться в живых только один сын, а если рождались больше, то остальные умирали до 26 лет. Если верить семейному преданию, потомки основателя рода хана Юсуфа были прокляты своими сородичами после того, как изменили магометанство и приняли христианство. Княгиня была достаточно умна для того, чтобы не верить подобным слухам. Если бы это проклятие не сбывалось в каждом из поколений. Убедиться в его реальности ей довелось, когда Николай погиб на 26-м году жизни. Он полюбил замужнюю женщину, стрелялся из-за нее и был убит на дуэли мужем возлюбленной. Перед революцией младший сын Феликс организовал убийство Распутина, и мать поддержала его в этом, так как считала, что он освободил Россию от чудовища, тезавшего всю страну. Феликс Юсупов тоже искренне восхищался матерью. Она была не только умна, образована, артистична, но и исполнена самой обаятельной сердечной доброты. Ничто не могло сопротивляться ее очарованию. С такой характеристикой был согласен и художник Валентин Серов, который обычно не жаловал аристократию и не льстил знатным дамам, когда писал их портреты. Но княгиня Юсупова вызвала в нем восхищение. «Если бы все богатые люди, княгиня, были похожи на вас, то не осталось бы места несправедливости». На что Зинаида Николаевна ответила. «Несправедливость не искоренить, и тем более деньгами, Валентин Александрович». В 1900 году, еще до гибели старшего сына, княгиня с мужем составили завещание, в котором говорилось. «В случае внезапного прекращения рода нашего, все наше движимое и недвижимое имущество, состоящее в коллекциях предметов изящных искусств, редкостей и драгоценностей, собранных нашими предками и нами, завещаем в собственность государства, в видах сохранения сих коллекций в пределах империи, для удовлетворения эстетических и научных потребностей Отечества». После революции княгиня с семьей эмигрировала во Францию. За границей она провела оставшиеся 22 года своей жизни. Ее похоронили на кладбище Сен-Дженевьев-де-Буа под Парижем. На средство княгине был сооружен греко-римский зал Музея изящных искусств. Зинаида Юсупова навсегда осталась одной из первых русских красавиц, блиставших в высшем обществе.